А всем привет, с вами Брим Тим, и уже следующий видеоролик по зимней тематике. Не обращайте внимания, что не меняется ни одежда, ни локация, потому что решил записать в один день. Максимально продуктивно, так как до этого видео выходили с определенной задержкой. Следующее наше небольшое видео, думаю, минуты 4-5 уложусь, это что стоит с собой взять на зимнюю рыбалку из инструментов. Поправка, алерт, внимание, мое мнение не является прописной истиной, это то, чем я пользуюсь, это мое мнение, то, что мне помогает. Поэтому, если у вас акция по-другому, лучше поделитесь этим в комментариях, чтобы и я, и другие узнали, может быть, для себя что-либо подчеркнули. Во-первых, пробурили мы лунку, чем нам убирать шугу? Шумовки. Существует огромное количество видов, от тех, которые можно купить за 20 рублей, пластиковая хрень, которая сломается сразу же, до такой серьезной вообще черпаков, тут еще с насечками такими, как с лезвием зазубрином, которым можно еще лед долбить. Мы же нет, мы пользуемся старыми советскими шумовками, которые эффективны и которые, я точно уверен, что они не сломаются. Я не собираюсь покупать пластиковую фигню на первой же рыбалке, чтобы она у меня... Это глупо. Первое. Вот такая шумовка сделана еще Кристининым дедушкой. То есть, деревянная ручка, рука мелочек не будет, даже если вы без перчаток, идет вот, нержавеющая сталь, 50 копеек написано. То есть, прям сталь. Здесь он согнут по двум краям, чтобы проходил в лунку, то есть 130-й спокойно проходит. И все, здесь даже заварен сварной шов, и это очень эффективно, которым я пользуюсь. То есть, для Кристины делал я более простую, более легкую, то есть, это также была шумовка маленькая. Ручку обогнул внутри вспененным материалом и обмотал и залил клеем каким-то, типа, ремнем автомобильным. Ну, что-то вроде этого. То есть, маленькая, удобная, в ботинок засунул, ходишь, чистишь лунки от шуми и снега, и все замечательно. Но единственное, она такая более мягкая, но также не подводила еще за два сезона там. Далее, сразу идем. Оговорочка для зимних саней. Про зимние сани ролик будет чуть попозже. Это вот такой вот растягивающийся шнур. Даже трос будет правильнее сказать. На карабинах, то есть, вот он тянется. Это чтобы фиксировать рыболовные ящики на санях, чтобы ничего не упало. Здесь они завальцованы. Вот эта штука стоит 49 рублей фикс-прайса. То есть, я думаю, уже во многих даже самых мелких городах есть фикс-прайс. У нас город 114 тысяч человек. У нас 4,5 фикс-прайсов на город. Вот, то есть, как бы, в каждой деревне, наверное, уже есть фиксы, и поэтому рекомендую. Такая надежная, нормальная. Опять-таки, не пробовалась еще. Нигде даже вроде не протерлась. И поэтому, даже если протрется, 50 рублей будет не жалко выкинуть. Следующее. То, чем многие пренебрегают и делают вот так вот потом. Это молоток. Это резиновый молоток, киянг, кому как угодно. Просто безобразие. Деревянная ручка, набалдашник из прочной резины и закрученный саморезом. То есть, резина прям очень прочная, спрессованная по ходу, отлитая. Это для того, чтобы очищать лёд с бура. Очищайте всегда с бура лёд, который намёрз. Потому что, когда вы припрёте это всё с усталости, свалите куда-то в гараж или на балкон, и при перемене температуры лёд начнёт таять. Даже не сверху, а внутри. То есть, вот, представляем, что это бур. На нём есть корка льда. И лёд начнёт таять внутри, а не снаружи. И будет ржавчина. Бур заржавеет. И, следовательно, характеристики качества металла снизятся. Потому что коррозия – это повреждение. Поэтому не поленитесь, она стоит 40 рублей, это киянка. Я её в натуре покупал за 40 рублей на рыболовный сезон 18-19. И поэтому в молотках наша сила. Далее. Также, чем многие пренебрегают, это богор. То есть, небольшой такой телескопический инструмент. Небольшой. Который представляет из себя вот рукоять. Внутри рельса. И сам крюк. Крюк острый. Это нужно, если кто не знает, для того, чтобы вываживать крупную рыбу, судак, щука, либо там окунь по подкилу муху, если вы найдёте где-нибудь. Особенно, если вы где-нибудь в Иркутске живёте. То есть, открыли, в лунку залезли, за жаброй схватили и вытащили его. Этот короткий богор стоил 110 рублей. Также на сезоне 18-19. То есть, темляк. Сам он небольшой. Чехол для острия имеется как раз-таки. И, то есть, так же. Кинули его в рыболовный ящик. И всё. Пусть он валяется. Даже если рядом с вами будет сидеть рыбак, вы ловите мелкую вот такую хрень, а у него клюнет щука, и он не может её вывести из лунки, подайте ему его. И помогите вытащить. Вам человек только спасибо скажет. И поэтому 110 рублей пусть всегда будет. И, наверное, последний из нашего арсенала, если что-то, если он у меня найдётся, я обязательно дополню. Это отцеп. Отцеп, как знают, используется для того, чтобы отцеплять от коряк от дна, если где-то у нас там балансир, либо блесна за что-то зацепилась, мы заводим залезку и начинаем вот таким образом его опускать. То есть, он опускается, плюс на силе тяжести и сопротивление воды, там, не берём в расчёт физику, он ударяет об приманку, она, как право, достаточно двух-трёх взмахов, и приманка отцепляется со дна, и мы спокойно достаём. То есть, не теряем 600 рублей за балансир от Лаки Джона. И да, раповый, там, той же самой. Собрал я сам из удочки, то есть, была удилка такая, 50 рублей стоила рукояти, катушка с плашковым спуском, намотал леску, 0,3 вроде её достаточно. И сам отцеп. Отцепы идут по грузам. Это, то есть, стул универсальный. 97 грамм он весит. Есть и 150, которые там с одного удара всё отцепляют. Но для таких уже рекомендовал бы 0,5-ю леску. И поэтому это также очень удобно, также. Но не будет у вас цепляться, это хорошо, пусть вы никогда не теряете приманки, желаю вам этого всеми фибрами своей души. Но, опять-таки, если будет у вас это в рюкзаке, в рыболовном ящике, от этого плохо никому не будет. И поэтому исключительно рекомендуют, продаются уже собранные рублей за 100. Итак, получилось 2 черпака, мы берём черпак, богор, молоток, отцеп. То есть, вам даже жгут не нужен, если вы уходите один с одним ящиком. Всё, 4 инструмента, хорошие там, стоимостью они у вас будут до 500 рублей. 4 инструмента, даже дешевле. Акцеп 100, богор со 100 можно взять, 200, молоток 40, шумовка 100. Хорошая стальная. 350 рублей за 4 инструмента, которые вам пригодятся на зимней рыбалке. Поэтому, приобретайте, пользуйтесь, и как обычно, делитесь своим мнением в комментариях. А с вами был Врем Тим. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok